Здравствуйте, друзья! Сегодня препарируем новичка Shell Helix HX8 Synthetic 5W40. Вроде бы чего интересного. Все это масло прекрасно знают, на его клубе полно его анализов. Но дело в том, что он недавно изменился. И на банке появился новый стандарт APS N+. А значит масло должно было поменяться внутри. Этот стандарт включает в себя дополнительный тест Sequence 9, разработанный для контроля случаев возникновения преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах LSPI. Что-нибудь поняли? Да не парьтесь. Проще говоря, придумали новый стандарт. В масло добавляют новую моющую присадку на основе магния, чтобы уменьшить вероятность детонации и количество поломок по гарантии. Касается это в основном прямовпрысковых турбомоторов по типу GDI. Это масло производят у нас в России, на заводе Shell в городе Торжок. Давайте посмотрим, есть ли в масле на самом деле какие-то изменения в пакете присадок. Из каких базовых масел его производят и как оно по качеству. Shell закупался одним из форумчан. Специально искали самый свежий вариант. И в итоге нашли от мая 2019 года. Масло заявлено как APS N+, ASEA A3B4, Mercedes-Benz 229.3. Остальные спецификации ниже. На канистре нашего масла написано Flexi Molecule Technology. Обычный маркетинговый слоган. Ничего особенного. Якобы какие-то адаптивные молекулы, которые изменяются под определенные тяжелые условия. Да ну. Но нам тут важен один момент. Если масло состоит из GTL базовых масел, Shell обычно пишет так. PURE PLUS TECHNOLOGY. Здесь же этого нет. Как будто здесь гидрокрекинг. ИК спектр Фурье разницу между гидрокрекингом и GTL может не показать. Дело в том, что эти базы на спектре выглядят очень похоже. Давайте глянем. Пик на волне 722 высотой 0,98. То есть так может выглядеть и гидрокрекинг, полученный из нефти, и GTL, синтезированное из газа. Если подумать логически, а зачем вдруг Shell будет делать бюджетное нетоповое масло из GTL? Это фишка более дорогих и крутых масел. Shell Helix Ultra и так далее. Но самое интересное открытие нас ждет в анализе внутри. Почти каждый параметр кричит о том, что они использовали базовое масло, синтезированное из газа. То есть масло по факту лучше, чем они скромничают у себя на канистре. Да и по пакету присадок оно мне кое-кого напомнило. Сразу оговорюсь, все, что будет сказано ниже, это мое оценочное мнение и догадки. Но вы к этим догадкам внимательно прислушайтесь. Итак, вот результаты испытаний из лаборатории. Если кто-то уже разбирается в анализах, ставьте на паузу и делайте свой вывод. А я пойду дальше по пунктам и выскажу свои мысли по этому анализу. Щелочное число 12,38. Очень высокое. Даже выше, чем у одноклассников по стандарту. Говорит это о хороших моющих, нейтрализующих свойствах. Это масло очень сложно убить простыми интервалами замены. Оно имеет большой запас по сработке щелочного числа. Нужно отметить, что благодаря такому высокому щелочному числу оно должно отмывать старые отложения в двигателе. Возможно лак будет отмывать очень долго, но что касается шлама, должно помочь. Обычно масло с таким высоким щелочным числом позволяет минимизировать отложения в зоне поршневых колец. То есть после длительного использования таких масел поршневая при вскрытии обычно блестит как новая. Вязкость при 100 Цельсиях равна 14,6. Очень густая. Нельзя назвать это масло экономичным. Особенно если смотреть на одноклассников А3Б4. Сейчас во всем мире тенденция делать сороковки почти как тридцатки с низкой вязкостью для экономии топлива. Тут же наоборот. Такая крепкая дизельная архаика. Не экономична, но зато крепкая в плане просадки вязкости. Хороший вариант для турбомоторов, старых дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях или при тяжелых нагрузках. Температура вспышки 235 Цельсиев. Вот. То, о чем я говорил. Что-то маслом на гидрокрекинг не очень походит. Оно больше походит на GTL базовые масла, синтезированные из газа. Именно у них такое высокое значение вспышки. Высокая температура вспышки говорит о хорошей термостабильности масла при высоких температурах. Это и снижение угара, и меньше высокотемпературных отложений, и медленное окисление базы. Температура застывания минус 50 Цельсиев. Вообще не оставляет шансов, что это гидрокрекинг. Сделать масло такой густой вязкости, с такой низкой температурой застывания, на гидрокрекинге, это маловероятно. Гидрокрекинговое масло 5В40, это минус 42, минус 43, но никак не минус 50. А вот если это масло на GTL базе, то тогда все объясняется. В общем, у Shell очень низкая температура застывания. Можно катать на этом масле в условиях Сибири. Запас от застывания масла в картере большой. Производитель указывает в своей документации динамическую вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS. Она равна 5471. Я считаю, это достойно для крепкой сороковки. В морозы стартер будет прокручиваться нормально. Ну и заодно, пользуясь случаем, хочу поправить ребят из Shell. Они опечатались с температурой, при которой измеряется CCS у масел 5В40. Там стоит минус 25. Нужно поменять на минус 30. Скорее всего, при написании технической документации использовали шаблон от 10В40. Не забыли поменять. Я сам при выкладке анализов часто забываю сменить этот параметр. Бывает. Содержание серы 0,250%. Низкое, особенно если учесть жирнющий пакет присадок, который добавляет серы в масло. Shell пишет на канистре с маслом фули синтетик. Это правда. Судя по низкому содержанию серы, минералки тут точно нет. Зольность сульфатная. 1,14%. Очень низкое, особенно если учесть, что у Shell много моющих и противоизносных присадок. По стандарту ося А3-Б4 масло должно содержать золы не более чем 1,6%. Как видим, масло этому стандарту удовлетворяет. И даже с запасом. Пакет присадок жирный. Малибден, снижающий трение и придающий маслу экономичности. Правда, сомнительная прибавка, если учесть, что у масла густая вязкость. Но пусть будет, потому как молибден не только для экономии. Он является эффективным антиоксидантом и дополнительно может снижать износ. Бор – это дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвесе. Помогает выносить все загрязнения из двигателя вместе со сливом масла. Ну вот мы медленно подошли к виновнику нашего с вами торжества. Видите магний? Это современный детергент, которого раньше в этом масле не было. Именно благодаря ему оно стало АПСН+. Также содержится кальций. Это тоже моющая нейтрализующая присадка. Ну и противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Все обычно. В общем, все лекарства от всех болезней. Вывод. Шелл сильно скромничает. Мое мнение, что это масло создано на основе синтетических базовых масел GTL, синтезированных из газа. Видимо, производство в Катаре выпускает очень много базового масла. Его нужно куда-то реализовать. В итоге ушел даже в масла среднего класса, как наш, HX8. Оказываются на GTL. Они гораздо лучше, чем объявлено на канистре. Благодаря этому мы имеем запредельную температуру застывания минус 50 Цельсиев и хорошую термостабильность при высоких температурах, которая на гидрокрекинге из нефти маловероятна. В масле содержится большое количество магния. То есть Шелл не обманул. Внутри действительно масло нового стандарта АПСН+. Снижающая вероятность преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах. Вдобавок еще один жирный плюс. Очень хорошие моющие свойства. Это масло должно мыть двигатель от отложений. Его должно хватать на длинные интервалы смены. А еще этот Шелл густой и крепкий в плане вязкости. Полезное свойство для турбомоторов. Для кого подойдет это масло? Я бы порекомендовал его в дизелях. Mitsubishi, Pajero Sport, L200, Hyundai Star X. Те, которые без сажевых фильтров. Да и вообще во все дизеля, спроектированные в 90-е годы. Которые эксплуатируются в тяжелых условиях эксплуатации. Неплохо подойдет в наши вазы. Lada, Priora, Granta, Vesta. Уазы Patriot, Mercedes, Volkswagen и так далее. В японцев-корейцев я бы это масло лить не стал по причине густой вязкости. Разве что в турбовых японцев 90-х годов. Но и это еще не все. Я уже как ведущий в ТВ-шопе. Давайте сравним Shell HX8 с другим топовым маслом Shell Helix High Mileage. Которое стоит значительно дороже. Сводим оба этих масла в одну табличку. И вуаля. Вам не кажется, что это одно и то же масло, разлитое в разные канистры. Пакеты присадок у них точно одинаковы. Просто скорее всего в одном побольше GTL, а в другом его поменьше. Поэтому MyLage лучше в температуре застывания и вспышки. Цена масла HX8 на момент выхода видео 1800 рублей за 4 литра. Средненькая. Но если знать, что внутри канистры, выбор более чем достойный. Ну а на сегодня все. Надеюсь, сэкономил вам немного денег. До встречи, друзья. Продолжение следует...